Рейды проводятся в интересах соблюдения законодательства. Это первое. Второе, на сегодняшний момент ситуация следующая. Задача, в первую очередь, грубо говоря, обилетить всех, кто хочет этого, да, и тех, кто может, потому что далеко не все разрешение могут получить, несмотря на то, что получить его, проще простого. Просто для этого человек, как минимум, должен иметь регистрацию, да, он даже зачастую кто работает. Грубо говоря, криминал. Вот от этого нужно избавляться, в первую очередь. Ну, а соблюдением порядка попутно, так сказать, следить, ну, а что же плохого? Во-первых, в токсомоторных предприятиях существуют две схемы. Самая распространенная из них – это водители, которые, устроенные как ЧПшник тот же самый, берут машину в аренду токсомоторного предприятия. Вот и все. Те, кто не имеют сами возможности ее купить. Это самая распространенная схема. Зарплатная схема тоже существует на сегодняшний момент в городе Санкт-Петербурге, равно, как я думаю, что и в других городах, но гораздо в менее более распространенном варианте. Поэтому относительно конвертов, ну, я думаю, что не более чем в любом другом виде бизнеса. Это че? Ну, вот как вы оцениваете? Или государство, да как беспредел? Государство че, мне бензин что ли компенсирует? Или компенсирует ремонт? Или убирает конкурентов? Вы че, вот вы выйдете сейчас на Невский проспект после 11 вечера и посмотрите, сколько там стоит? Че их не трогают? Не верьте никому, кто вам говорит, что в такси платят зарплату. В такси у вас могут отобрать, а зарплату вам не дадут. Ни выходных не дадут, ничего не дадут. И бензин ваш. Все, кто получают лицензии, все, кто работает легально, это наши партнеры потенциальные, а не конкуренты. Наша задача рынок сформировать. Для того, чтобы водители, которые, с одной стороны, не хотят работать по правилам, они и не работали в рынке, а с другой стороны, чтобы остались только те, кто готов соблюдать правила, в том числе и дорожного движения, например.